всем привет дорогие друзья вы смотрите видео с канала полезное тв а в этом видео я сейчас подробно вам расскажу понятным языком для обычного огородника как правильно обрезать многолетний куст винограда который уже изрядно зарос но укрывать его все равно нужно перед этим конечно же делается обрезка и обрезка делается правильно чтобы на следующий год получить большой урожай а не обмахнуть те лозы на которых должен был быть урожай а также если вас интересует видео о том как обрезать однолетний двухлетний и трехлетний кусты винограда уже есть у меня на канале в плейлисте виноград заходите посмотрите там еще много других полезных видео которые помогут вам получать большие урожаи по сезону смотрите так должен выглядеть в принципе нормальный куст здесь есть многолетние рукава вот они идут видите другого цвета это вызревшая лоза этого года на которой собственно и был урожай по несколько гроздей я у себя в инстаграме делился видео ну и считается стандартом два рукава налево два направо я немножко больше закладываю потому что бывают очень сильные морозы и нет снега и тогда некоторые лозы вымерзают и чтобы не потерять урожай я и делаю побольше немножко лоз и также перед обрезкой либо же сразу после обрезки виноград нужно обязательно обработать от болезней потому что потом когда мы будем его прикапывать он будет контактировать землей видео укрытие тоже скоро выйдет у меня на канале и конечно же нужно дать еще винограду питание так как корневая система она продолжает жить и чтобы виноград нормально перезимовал не пострадал и корневая система не вымерзла нужно дать калийные удобрения и лучше всего сделать это в жидком виде я буду применять такое осеннее удобрение которое производит только organic mix ссылочку на него я оставлю в описании под этим видео которое помогает нормально уйти в зимовку не только виноградным кустам но и ягодным кустарником и плодовым деревьям и его использовать можно еще начиная с сентября я его применял у себя на участке на огороде для быстрого дозревания томатов и перцев а применять его можно вплоть до конца октября а в составе его натуральные концентрированные экстракты глубокой ферментации также НПК азот фосфор калий в легкоусваиваемой форме и что самое главное что азот здесь в мизерных дозах а он осенью не нужен в небольшом количестве фосфор и в основном здесь калий а также фульвовые и гуминовые кислоты витамины и аминокислоты а осенью внесение этого удобрения способствует лучшей зимовке растений быстрому дозреванию плодов и закладки большего количества плодовых почек на следующий год что нам и нужно чтобы кусты не вымерзали и получать большие урожаи для его приготовления мне потребуется под один куст 5 литров воды расход здесь указан на упаковке здесь идет 5 миллилитров на 1 литр воды соответственно потребуется 25 миллилитров вот такой вот шприц 20 миллилитровый перед внесением его нужно взблотнуть так как это органика и может быть естественный осадок можно кстати такое количество этого эликсира разбавить и в 10 литрах воды если у вас заслушливая осень так как нужно делать влагозарядку для кустов у нас слили проливные дожди и 5 литров мне будет достаточно теперь нужно перемешать не нужно теперь то все вылить либо в поливную трубу либо как я это делал я все лето поливал специально выкопанные ямы вот собственно и все а если у вас за как я и говорил заслушливая осень то тогда мы еще сюда вливаем 20 либо 30 литров воды так как нужно хорошенько увлажнить корневую зону чтобы она не промерзала так как сухая почва промерзает намного быстрее и приводит к вымерзанию куста теперь собственно переходим к обрезке как можно видеть у меня есть пару молодых лоз это специально на омоложение куста пускал это будет на следующий год новые рукава которые я собственно также и буду привязывать их я обрезаю на высоту приблизительно выше третьей проволоки это где-то около полтора или метр двадцать делаем обрезку и смотрите на следующий год этого за будет у меня привязана вместо вот такой вот вот она будет привязана вверх пойдут такие же небольшие лозы на которых будет урожай вот с этой лозы мне оставить нечего вы видите вот она выходит старая лоза поэтому я ее обрезаю полностью вот здесь как можно ближе к земле и полностью все вот это мы удаляем вы можете обратить внимание что есть вот такая у меня тонкая проволока это специально она сделана для того чтобы весной спасать виноград от весенних заморозков подробное видео есть у меня уже на канале она промежуточная между 1 2 проволокой теперь смотрим дальше это лоза такая же точно молодая новая я ее обрезаю вот здесь вот она и также она будет нагнута привязана в эту сторону и на следующий год пойдут новые лозы здесь уже больше ничего нет на вот этой старой лозе вот видите здесь только одна мелочевка это все я удаляю вот так она у меня потом будет здесь смотрим вот эта мелкая она нам не нужна и следующая толстая лоза которая тоже пойдет на следующий год на лозу плодоношения мы ее также обрезаем выше третьей проволоки а все остальное что от нее шло мы тоже удаляем в принципе вот на одну сторону этого уже будет достаточно но у меня есть здесь еще вот такой один рукав который я здесь удаляю лозу можно оставлять на следующий год на черенки и на проращивание но я с этого года уже выращиванием саженцев не занимаюсь так как у меня очень мало места на участке а хочется вырастить как можно больше всего и эту лозу мы также оставляем смотрим что если этот куст в середине вашей шпалеры то обрезаем на такую высоту если шпалера уже заканчивается то смотрим чтобы она не выходила за пределы шпалеры видите у меня здесь не выходит вот на одну сторону у меня есть три плодоносящие лозы а на следующий год из них будут здесь выходить с пазухи новые вот такие молодые лозы этого года которые я опять же буду оставлять так точно на следующий год и так куст обрезается из года в год вы его омолаживаете и получаете хороший урожай здесь же на эту сторону у меня лозы хуже повызревали я оставлю вот эту короткую это все удаляю полностью и также вот этот полностью рукав здесь только на конце у меня нормальные лозы но это очень длинно получится я буду перекрывать следующий куст и поэтому он мне так же не нужен поэтому я его полностью обрезаю а теперь я вам покажу как это будет выглядеть в следующем году когда я откопаю виноград я эту лозу привязываю к нижней проволоке а это лоза пойдет к верхней проволоке здесь из каждого глазка пойдут новые ростки которые я пущу вверх на них собственно и будет уже урожай а опять же из центра куста из головы куста здесь будут выходить новые почки открываться новые глазки из них я буду опять оставлять четыре либо же пять лоз которые я буду потом пускать на омоложение куста таким образом мы имеем всегда молодые лозы которые легко пригинаются до самой земли и они не ломаются видите я легко могу их прикопать и при этом получать хороший урожай если же оставлять очень часто вот такую лозу старую она вырастает очень толстой до двух-трех сантиметров и тогда ее просто очень тяжело пригнуть вам понадобится много укрывочного материала и куст будет подмерзать я бы вам советовал для домашнего выращивания вот такой метод здесь же я буду подвязывать одну лозу на первую проволоку одну ко второй и следующую можно тоже пускать ко второй а если какая-то из них одна вымерзнет то всего лишь две я оставлять буду теперь мне останется этот куст обработать эта тема тоже очень важная и я посвящу и следующее видео обязательно не пропустите его выход и также дайте калийное питание и влагозарядку в зиму а лучше всего я бы посоветовал использовать этот эликсир номер один он выпускается в маленьких и больших бутылках большой бутылки вам точно хватит на этот год на весь виноград и также плодовые деревья и кустарники с таким расходом как я вам показывал это универсальный расход под все плодовые деревья и кустарники чтобы зарядить их энергией и морозостойкостью на всю зиму а ссылочку на сайт organic mix и там где лучше его приобрести я оставлю в описании под этим видео переходите и смотрите кому информация данного видео понравилась поставьте лайк не забудьте поделиться этим видео в соц сетях с друзьями а также подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать выход новых видео я вам желаю удачного дня до встречи в новых видео пока